И провели эту границу, я её называю геноцидом, граница геноцида, которая сама, по сути дела, произвела вот такое разделение. То есть, если вы хотите, чтобы это была страна, но от вас одного требовалось – уважайте язык, уважайте людей другой национальности, и всё. А что, извините, цыгане, евреи и так далее, это не люди, точно так же, как и русские, которые живут на Юго-Востоке. Тогда как вообще такую политику назвать, как не геноцидом? И как можно тогда говорить о единстве государства, где народ уничтожается по принципу языковой принадлежности, национальной или религиозной? Это не вчерашний день. Сегодня уже прошли очень мощные изменения. Это да. Политические элиты в Киеве говорят о том, что вот эта война на Востоке, а то она научила украинцев быть украинцами, и в том числе в вопросе языка, в вопросе… Вы знаете, но это больше хотелось бы. Пока для действий перехода такого нет. Чтобы были конкретные действия, с учетом последних законов, которые подписывает Порошенко, значит, говоря… Мы же с вами понимаем, что они не самостоятельные. Да, это все понятно. Но если они этого не понимают и это делают, то как можно? Я не хочу… Если они легли, если они прогнулись и выполняют чью-то волю, так как же они хотят сохранить свое собственное государство? То есть, вы понимаете, это, извините, уловка очень хитрая такая. Поиск. Извините, это не поиск. Знаете, поиск тогда, когда люди размышляют, но не стреляют. Когда не убивают. Когда нет крови и когда не гибнут ради этого поиска дети. Понимаете? Меня вот всегда возмущает, когда говорят… Вот недавно сказали, да, чуть ли не обозвали их там миротворцами. А где же эти миротворцы, которые не хотят сесть за стол переговоров и выполнить то, что сами договариваются? И после этого, говорят, у них приходит осознание. Хочу понять… Вы сейчас предлагаете общаться на уровне лидеров элит, которые, собственно говоря, провели выборы, к которым есть вопросы. Я, например, общаюсь на уровне простых людей, журналистов. И здесь я, собственно говоря, сталкиваюсь с совершенно понятными проблемами. Они говорят, что раз идет война, правда, не совсем определена, кто в этой войне противник, но даже если, скажем, забыть, не озадачиваться этим, да, то идет война, на которой гибнут наши одноклассники, соседи, дети, и в этой войне мы неизбежно будем молиться за победу своего оружия, да, несмотря на то, что вот ваши доводы или логические построения выглядят замечательно. То есть есть вот такая вот необходимость нравственного выбора быть со своими. Вы знаете, а вы убеждены, что это нравственный выбор? Да. Вы знаете, нет, а я нет. А я нет, я скажу почему. Не может быть нравственным выбором выбор убивать детей, убивать стариков, разрушать учреждения культуры, учреждения детские, больницы и так далее. Или запрещать даже вывоз детей, больных и так далее. Это не может быть никак со словом нравственный и моральный выбор. Это есть плод, вот такая позиция, вот этой информационной пропаганды, кампании, запущенной много лет назад, и приведшей к тому, что человеческое в людях, в душе отсутствует. Для чего это сделано? Для того, чтобы им легко было как раз убивать. И как раз говорить о такой позиции ради оружия, ради чего-то. Вы знаете, вот я сама мать, и я тысячи, десятки тысяч выслушала матерей и украинских, и российских, и беженцев. И я хочу сказать, ни одна мать не скажет, что в угоду чего-то я отдам своего ребенка, чтобы он погиб. Никакой идеологии, никакой идеи не ради чего-то. Потому что самой высочайшей ценностью, как бы это ни банально, сегодня это приобрело другое звучание, является человеческая жизнь. И пусть год, два, три, десять договаривались бы, но в результате, чтобы не гиб ни один человек, и договорились бы, поверьте, и нашли бы возможности услышать друг друга. Но когда вступает, значит, мало того, что оружие в действие, да еще оружие в чьих руках. То есть вы хотите сказать, что вот сейчас в этом конфликте нет миссии, которая бы искупала гибель людей? Абсолютно. То есть я считаю, что ни одни благие намерения или желания, значит, и так далее, они не могут ставить знак равенства с гибелью людей, ценой, зарабатывать с этой ценой. Вот что я хочу сказать. То есть не может быть положена жизнь человеческая, вот эти захоронения, вот эти могилы, эти разрушения, они не могут быть, как бы, понимаете, хороша цена. Мне бы очень хотелось узнать, положил бы Янукович свою собственную супругу или свою жизнь, или жизнь близких людей, или министра обороны их и так далее, для того, чтобы достигнуть великих целей. Вот когда Янукович, я сейчас привела его пример, который резал там проволоку, значит, на границе и так далее. Вот если бы они сказали, ради великой идеи мы кладем жизнь свою и жизнь своих близких, поэтому мы стреляем, но мы одновременно закладываем жизнь их. Яценюк. Да, Яценюк. Яценюк, да. Смог бы он это сделать? Вот тогда я бы сказала, что да, вы знаете, это патриот. А зарабатывать себе вот такую политику ценой жизни других людей, это, извините, это преступление, военное преступление, преступление против человечности и против собственного народа, и против собственной страны. Моя позиция такая, потому что я всегда за диалог. Какую бы он цену ни имел, я имею в виду договорную, экономическую, там другую, но не ценой жизни других людей, причем абсолютно невинных, абсолютно не участвующих, и самое главное, не принимавших решения. Люди лишь просили своего языка, уважения к ним, и того, чтобы, ну, как бы они жили на своей территории, были школы русские, было преподавание, были учебники на русском. И что? Они не отрекались от собственного государства. И решения не принимали. Вводить войска, бомбить их дома, отдавать их детей, которые только родились и так далее. Вот что чудовищно, понимаете? Ничего нет страшнее, даже это не гражданское, не назовешь это во времена гражданской войны, идеология была у одних одна, у других другая идеология. Сегодня мы это увидели то же самое, но при этом еще огромное количество гражданского населения гибнет. Не армии даже гибнут, понимаете? Я понимаю, что армия бы одна и вторая между собой воевали, но украинская сторона обтягивает население для того, чтобы запугать, для того, чтобы ожесточить, для того, чтобы просто провести границу, а ведь они сами отрезают. Они сами отрезают от себя собственный народ и свою территорию. Они делают все на сегодняшний день для того, чтобы одних людей ожесточить против других людей, тех пропагандой настроить, убрать чисто человеческие эмоции, нравственную и моральную ответственность, надеть свастику и сказать, что это здорово. Хотя всеми международными законами свастика запрещена, и действия нацистов запрещены, осуждены, Бог знает когда. Самое интересное, что здесь есть определенное противоречие. С одной стороны, одевают свастику, с другой стороны, говорят, что вы фашисты. С одной стороны, оппоненты одевают одежду со свастикой, а спустя пару часов они говорят, что руководство нашей страны фашисты, это и земные фашисты, и фашистская оккупация. Получается, такая вот, как по форме, такая вот.